Декоративная трава Помимо этого, трава помогает поглощать пыль и спасает почву от пересыхания. В чем еще преимущество газонов и почему сейчас многие российские территории сохраняют зеленые покрытия, расскажет ведущий специалист Института леса по вопросам озеленения Мария Кириенко. Газоны, во-первых, это, можно без преувеличения сказать, что это зеленый фильтр городов, поскольку они способны перехватывать на себя до 90% пыли, а также перехватывать вредные загрязняющие вещества, например, от автотранспорта или от предприятий. Также функция газонов очень интересна в том, что она способна охлаждать поверхность в сравнении с асфальтом, например, или с бетонным покрытием на порядка 15-20 градусов. Если сравнить поверхности покрытые газоном и не покрытые газоном, то мы часто очень наблюдаем, во время сильных дождей происходят просто ливневые потоки по городу текут. А если это газонное покрытие с хорошим травостоем, то тогда трава способна перехватывать эти ливневые потоки, то есть она их перехватывает и переводит во внутрепочвенный сток. На Байкале могут запретить продавать одноразовую посуду. С такой инициативой выступили депутаты Государственной Думы. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что в последнее время ученые все больше фиксируют загрязнение озера микропластиком. Если в 2019 году этот показатель составлял 42 тысячи частиц на 1 квадратный километр, то в 2021 году этот показатель стал на 20 тысяч больше. Один из источников загрязнения – это именно бытовые пластиковые отходы, пакеты, сумки, одноразовая посуда. Так что парламентарии считают, что остановка продажи этих товаров на самом Байкале и близлежащих территориях поможет улучшить экосистему озера. Напомню, что сейчас в районе озера нельзя заготавливать древесину, добывать там полезные ископаемые и производить энергию. Госдума приняла законопроект о вторсырье. С 1 сентября этого года россиян обяжут обеспечивать раздельный сбор вторичного мусора, а компании заниматься утилизацией таких ресурсов. В документе написано, что к вторсырье относятся отходы, которые можно повторно использовать для производства товаров, получения энергии и прочего. Россияне должны будут собирать вторсырье и передавать их места сбора. При этом юридические лица должны будут отвозить вторсырье на переработку специализированным компаниям для утилизации, либо утилизировать их самостоятельно. Захоронение ресурсов, которые считаются вторсырьем, запрещено. В документе также прописаны критерии приводности к утилизации товаров, упаковки и других вторичных материалов. Эта инициатива, по мнению ее авторов, должна будет в два раза снизить количество отходов, которые отправляют на полигоны. Красноярск в зеленой зоне по уровню загрязнения воздуха. Наш город расположился на 44-й строчке с загрязнением в 4 микрограмма на кубический метр. Это данные Российской экологической партии «Зеленый» за 20-26 июня. В зону повышенного уровня загрязнения воздуха вошли три территории. Самым грязным городом стал Калининград, следом идет Ачинск, а затем Строгино. Сейчас на экране вы видите уровень загрязнения воздуха, по данным общественников, за неделю. Наиболее загрязненными районами с 27 по 30 июня оказались железнодорожные Ленинские, а самыми чистыми стали Кировские и Октябрьские районы. КОНЕЦ КОНЕЦ